Первый докладчик космиков с очень большой группой авторов. И, собственно говоря, тема доклада здесь. Пожалуйста. Да, спасибо. Тема доклада это сравнение разных источников обучающей информации для регионального картографирования башни в различных регионах мира. Ну, я сразу говорю, что это как бы эксперимент достаточно большой, который еще не закончен, поэтому я буду рассказывать о промежуточных результатах. Там пока еще нет какого-то глобального вывода, но есть некоторые такие локальные, довольно интересные. Если кто-то не знает, значит, Gcam это такая глобальная сеть наземных участков, которые объединены единой логикой, едиными протоколами сбора и обработки наземной информации. Поэтому на базе таких участков легко делать различные эксперименты по сравнению, например, методов распознавания башни и других методов, основанных на комплексировании дистанционных и наземных данных. В рамках этого эксперимента было необходимо оценить три различных способа сбора наземных информаций в плане их удобства и точности для картографирования башни, в том числе на больших территориях в шести различных регионах мира. Это Аргентина, Бельгия, Канада, Китай, Россия и Украина. Оценить наборы предполагается напрямую и через карты пахотных земель, построенные на их основе. Непосредственно в этом докладе будет сделан достаточно сильный акцент на исследовании обработки данных, полученных в результате краудзорсинга, который является одним из источников информации. Кроме этого, в рамках этого эксперимента предполагается оценить эффективность спектрально-динамических признаков, которые использовались для распознавания башни, и оценить возможности и сравнить возможности локально-адаптивных классификаторов по сравнению с классическим классификатором, стационарным, у которого нет локальной адаптивности. Условия эксперимента были следующие. Был зафиксирован единый сезон вегетации, это 2016 год в северном полушарии, и синхронный с ним сезон вегетации, начинающий в середине 2015-го, заканчивающий в середине 2016-го года в южном полушарии в Аргентине. При этом для работы были использованы тоже единый ряд спутниковых данных, это Lansat 8 для распознавания, и Sentinel-2 и Lansat 7 и 8 для визуальной фотоинтерпретации, то есть краудзорсинга. При этом было зафиксировано единое определение пахотных земель, что считать пахотными землями. Этим определением руководствовались на всех этапах работы. В рамках GECAM используется следующее определение, что ежегодные пашни, ну или пашни текущего сезона, с точки зрения санкционного задирки, считается участок земли размером минимум 25 гектаров, с минимальной шириной в 30 метров, который посеян или посажен растениями, из которого можно собрать урожай в течение 12 месяцев, хотя бы раз после даты сева либо посадки. Соответственно, этот участок, он производит растительный покров травянистого типа, и иногда может быть занят частично древесной или кустарниковой растительностью. То есть сразу отмечу, например, что чистые пары, они не относятся к пахотным землям с точки зрения этого определения, потому что они не засаживаются и не скашиваются, то есть не используются для сборки урожая. Кроме этого были зафиксированы две территории. В рамках участка GECAM малая, размером 50 км, и большая. Это 300 на 500 км. В рамках большой территории, как предполагается, должны проявляться неоднородности, связанные с изменчивостью почвенно-климатических условий. Три набора данных, которые были сравнены между собой, это in-situ данные, то есть данные, полученные путем наземного обследования. При этом, значит, класс был переработан с тем, чтобы соответствовать определению GECAM. Методы, полученные в результате краудсорсинга, это, значит, методы, которые… точнее, данные, которые получены с помощью метод краудсорсинга, то есть это данные, которые были получены в результате обработки пользователя серии спутниковых снимков высокого разрешения. И выборка, извлеченная из карт LandCover, в данном случае была использована карта Globland 30, это карта Чена. Ну, единственная на данный момент глобальная карта по Landsat с разрешением 30 метров. Здесь для понимания просто показаны, где находятся эти участки и их размер. То есть вот эти ромбики, там, прямоугольнички, это 6 тайлов Landsat, размером примерно 180 на 180 километров каждый, то есть это примерно территория 300 на 500 километров. На самом деле многие из этих участков находятся, ну, практически в центре наиболее сельскохозяйственно интенсивно используемых регионов соответствующих стран, вот, и, ну, являются очень репрезентативными на самом деле. Кроме того, они покрывают, по сути, практически весь мир, кроме Африки и Австралии. Ну, это в пользу того, в пользу глобальности эксперимента. Сейчас я постараюсь рассказать более подробно о том, как создавалась выборка для краудсорсинга. Это, как я уже говорил, данные, которые получаются в результате интерпретации спутниковых изображений экспертами. От каждого участка были представлены свои эксперты. Всего было 10 экспертов на 6 участков. Они использовали интерфейс VEGI Geoglum, в котором можно было осуществлять навигацию между объектами и контуривание объектов, и приписывание им класса. На первом этапе было необходимо произвести, так сказать, калибровку пользователей, то есть оценить их точность, для того, чтобы понять, как относиться к результатам их обработки. Для того, чтобы оценить их точность, были использованы наземные данные. При этом пользователям предлагалось оконтурить однородный объект с точки зрения временной серии изображений, который находится, я не знаю, тут видно, нет, в рамках красного прямоугольника. При этом сам объект не был, естественно, объединенным, нужно было ввести их самим. И при этом нужно было руководствоваться также определением GK. То есть нужно было увидеть, что на серии спутниковых снимков есть факты уборки, факты засеивания и сельскохозяйственной деятельности. Ну и пользователи были проинструктированы, как пользоваться интерфейсом с помощью обучающего видео. В результате было… Для того, чтобы оценить результаты работы пользователей, были использованы две метрики. Это так называемый лейблин на QRC, который считается как отношение всех правильно интерпретированных образцов к общему числу образцов. Ну то есть это очень похоже на общую точность при использовании матрицы ошибок, при использовании матрицы ошибок. И так называемый drone accuracy — это метрик, который позволяет понять, насколько пользователь правильно понял то, о каком объекте идет речь. То есть тому или иному объекту приписал класс, потому что он мог совсем другому объекту приписать свой класс, и мы как бы сравнивали его с правильным объектом, и из-за этого могла быть ошибка. Значит, drone accuracy здесь считается как отношение площади пересечения двух полигонов. Один из них эталонный, другой нарисованный, к объединению площади этих эталонов. Эталона и, значит, нарисованного полигона. Ну вот в результате первого этапа краудсорсинга у нас получилось некоторое распределение точностей. Это здесь показана диаграмма значений точности классификации для вот шести участков внизу они и для десяти пользователей. Ну здесь видно, что, в общем-то, есть некоторые тенденции, которые связаны с тем, что на ряде участков возникали сложности, а ряд других участков был интерпретирован достаточно точно. В частности, в Аргентине, в России, там, и в Китае пользователи практически все были на высокой точности, при этом, скажем, в Бельгии достаточно, ну, серьезный разнобой между участниками и, в принципе, достаточно низкая точность. Здесь это видно, кстати, на средней точности. Если я просто средний точность всех пользователей, то видно, что там максимальные результаты получены, там, в России, Китае и Украине по точности, а в Бельгии минимальные по точности. То же самое можно увидеть, если посмотреть на метрику точности рисования. Но здесь, правда, другая картина. Здесь видно, что в Китае хуже всего пользователи смогли определить эти референтные объекты, эталонные, однородные. Ну, а легче всего это было, видимо, в России и на Украине, где достаточно большие поля, у них четкие границы. Ну, это, соответственно, средняя точность рисования. Тут видно, что в Китае здесь минимальные значения, в России, там, на Украине максимальные. Значит, а второй этап краудсорсинга, это был сбор вот этой информации на большой территории размером 300 на 500 километров. Здесь для подготовки данных, то есть сначала нужно было подготовить данные для того, чтобы пользователи могли рисовать свою выборку не просто так, а в соответствии с каким-то правилом. Значит, было решено, что точки, которые они будут рисовать, будут распределены в соответствии с random certified sampling, то есть случайно стратифицированная выборка. При этом в качестве страт использовались страты, взятые из GAIS, это Global Agro Environmental The Nation. То есть это, условно говоря, разбиение всего земного шара на более-менее однородные зоны с точки зрения почвенно-климатических и техник возделывания и, там, набора произрастающих культур условий. Почвенно-климатических условий и вот этих характеристик. Значит, для того, чтобы автоматически расставить эти точки, были взяты временные серии Landsat 8, они были оттегментированы. Значит, для каждого сегмента был взят центроид. Эти центроиды были использованы в качестве кандидатов опорных точек. Потом для каждой страты было рассчитано соотношение между классами, ну, предполагаемое соотношение на основе Global N30 карты. И эти точки затем расставлены, ну, еще с дополнительным условием на то, что они должны стоять на расстоянии не менее двух километров друг от друга. Вот как это выглядит. То есть, вот здесь вот точки черные и желтые. Черные, соответственно, соответствуют непахотным землям, а желтые соответствуют пахотным. Вот как они были созданы. Не знаю, тут видно или нет. Вот тут вот есть подложка. Вот эти вот границы, это как бы границы сегментов, полученные из ланса. Соответственно, в центре этих сегментов там были кандидаты, и те кандидаты, которые соответствовали в данный момент условиям выборки, они попали в результат. Вот какой-нибудь результат, допустим, для Створопольского края на всей территории 500 на 300 километров. Потом вокруг этих точек пользователи как раз рисовали свои полигоны. Значит, в результате было собрано примерно, создано 3600 точек, которые охватывали 6 участков, и, соответственно, они были подготовлены до 10 экспертов. При этом необходимо отметить, что часть этих точек были контрольными, причем для конкретного пользователя до 25% точек. Были контрольными. То есть это значит, что они интерпретировались каждым пользователем. То есть они проходили многократную интерпретацию. Для рисования полигонов были использованы те же самые, то же самое интерфейс, то же самое определение. А задачей пользователя было нарисовать полигон, который бы содержал себе вот эту контрольную, ну не контрольную, а вот текущую точку, и, значит, этот полигон бы охватывал максимально однородную область. Но при этом мы пользователи уже не проверяли. То есть мы считали, мы как бы экстраполировали его точность, мы считали, что она уже известна на основе земных данных, и экстраполировали ее. Вот примерно как выглядит результат этого крауссорсинга на большой территории. Это Аргентина. Вот этими метками это показано просто именно пользователям, а точками, соответственно, точками, вокруг которых рисовались полигоны. Вот здесь и вблизи. То видно, что, значит, эти полигоны все содержат в себе эту точку, и они там достаточно разного размера. Видно, что они достаточно сильно отличаются по размеру. Какие выводы можно было сделать на основе анализа контрольных точек? То есть те, которые пользователи интерпретировали многократно. Ну, было видно, что в целом для всех участков наблюдает достаточно хорошее согласование класса, который приписывал пользователь этому полигону. При этом видно, что для класса не пашни согласование было выше в целом, а для класса пашни несколько ниже, кроме Украины. А, и Аргентины. Вот, при этом видно, что достаточно сильное различие в размерах наблюдается. Минимальное различие в России, то есть пользователи, в принципе, были как бы... Примерно один и тот же объект они постоянно рисовали, примерно одного и того же размера, поэтому вариабельность размера объекта класса пашни в России была минимальная. Вот, однако здесь максимальная вариабельность объектов класса не пашни, ну, то есть пользователи, которые смотрели на точку, они рисовали объекты разного размера, которые так или иначе, в принципе, были одного и того же класса, но они были разного размера, потому что у каждого пользователя была своя интерпретация однородности. То есть, кстати, потому что пользователи не были никак ограничены на размер полигона. Значит, если сравнить полученную выборку с картой Global N30, то видно, что практически нет никаких тенденций или каких-то значимых зависимостей при интерпретации класса пашни, то есть все пользователи на всех участках, в принципе, правильно с точки зрения Global N30 выявляли пашню. Однако с точки зрения не пашни видно, что есть сильное различие между участками, то есть видно, что для Китая, например, и для Аргентины есть сильное рассогласование, то есть как бы их класс пользователей не соответствовал классу карты. Для того, чтобы оценить результаты кроссорсинга на большой территории, была создана карта, опорная карта. По сути, это карта пахнутых земель, которая была создана на основе признаков для классификации. Здесь они указаны, какие. Они привлечены из восстановленных применных серий Lansat 8. на основе классификатора Random Forest и локально-адаптивного похода LARMA. Кроме этого, я там потом могу подробнее сказать, была сделана эквализация выборки, то есть приведение всех сэмплов к одному размеру. Это необходимо для работы, для правильной корректной работы, для обеспечения баланса между классами, когда идет работа с непараметрическими классификаторами. Здесь просто пример того, как осуществлялась эта эквализация, то есть выравнивание. То есть слева показано распределение размеров сэмплов для вот Аргентины исходное. И происходило приведение размеров сэмплов к медианному размеру, в данном случае это 200 пикселов. Видно, что как бы было какое-то распределение там. И там в результате остался только один размер. То же самое для Китая. Здесь просто размер там не 200 пикселов, а 30 пикселов. Это характерный размер полей там для Китая. Ну вот как примерно это выглядит. То есть если исходные размеры задаются вот этими контурами, то что нарисовали пользователи, то вот эти вот группы пикселов вокруг, это там, в этом случае это добавленные пикселы, для того чтобы увеличить этот сэмпл. В данном случае это прореженный сэмпл, для того чтобы уменьшить его размеры. То есть знаете, в общем, все сэмплы были приблизительно одного размера, поэтому вносили одинаковый вклад и были, значит, стратифицированы в согласии с родом Certified Centering. Это пример карты, который был получен, в частности на Аргентину, пахотных земель на основе этой выборки. Вот здесь вот, вообще видно кого-нибудь? Просто, по-моему, здесь засветка достаточно сильная. Видно, да? Просто, наверное, я потом, может, просто шторы прикрою. Вот здесь вот есть, значит, наземные данные. Здесь просто увеличенный фрагмент с наземными данными. Значит, зеленые контуры — это, соответственно, пашня. Красные контуры — это не пашня. Соответственно, на подложке такой оттенок, оранжевый или там желтоватый, это результат классификации пашни, а синий — это не пашня. Такие карты были созданы для каждого участка. Можно было оценить общую точность классификации, вот это OA, Overlock URSE, и upscore по классу пашня. При этом видно, что, значит, для Аргентины, для Канады, для Китая достаточно хорошие результаты были получены, а там для Бельгии, например, достаточно плохие, ну, то есть достаточно низкий результат классификации. Ну, для России и Украины это там промежуточный результат. Здесь нужно учитывать, что это как бы комплекс, то есть проблемы в классификации могут быть связаны как с выборками, так и с признаками. Так, и... Еще один из таких промежуточных результатов, который был получен, это возможность оценки новых пользователей на лету. То есть, например, если у вас уже идет... если у вас уже готова какая-то выборка, то новые пользователи могут не проходить этап калибровки по наземным данным, а использовать уже контрольные точки для того, чтобы оценить их точность. Ну, то есть мы можем использовать контрольные точки для того, чтобы оценить их точность. То есть была проведена некоторая проверка, которая связана с тем, насколько можно доверять этим контрольным точкам для оценки точности новых пользователей. То есть была такая идея, что вот если у нас есть карты, которые я сейчас показывал, опорные карты пахтанных земель, и контрольные точки уже доверенных пользователей, то точности, которые для новых пользователей, которые не проходили наземную калибровку, которые оценены по карте и по контрольным точкам, должны быть очень близки, ну или совпадать даже в идеале. Если это так, тогда можно использовать контрольные точки для того, чтобы оценивать точность новых пользователей на лету, и это гораздо удобнее, чем делать карты сначала, а потом ранжировать пользователей по точности, затем еще раз делать карты на основе уже выборки от доверенных пользователей, хороших пользователей, выбрасывая там сэмплы от плохих пользователей. Ну вот это результат, предварительные результаты проверки, то здесь вот показаны точности экспертов, новых точнее экспертов, на основе карты, вот этой опорной карты, это синенькие столбики, а красненькие столбики, это через контрольные точки. Я тут еще постарался нанести как бы доверительный интервал, просто связанный с высокой квантованностью оценки, вот которая по красному столбику получена, потому что контрольных точек на каждом участке было гораздо меньше, чем соответственно выборки, которые можно было взять из карты. То есть карта как бы там, каждый пиксель с разрешением 30 метров можно было использовать для оценки точности, а значит сэмплов контрольных там было там два десятка на каждый участок, поэтому квантованность, условно говоря, оценки очень высокая, и вот это вот эта нижняя, условно говоря, оценка, а это ошибки. Вот, в целом, ну, на мой взгляд, как бы есть некоторая корреляция, то есть видно, что там, где низкие точности по карте, там же и достаточно низкие точности по контрольным точкам. Ну вот и промежуточные выводы, которые я бы хотел сделать, это то, что вот ремарка, которая касалась вот этого графика, там с распределением, с Globland 30, то есть вот этот вот правый график. Значит, один из выводов заключается в том, что, возможно, вот это рассогласование между пользователями просто связано с тем, что в карте Globland 30 не используется определение Gcam, которое руководство использует, там есть просто карта Гарри Калчи, словно говоря, Vegetation, который так же, как и пахотные, то есть пахотные земли, и там включен класс, например, чистых порог. А в этом определении, значит, это были не пахотные земли. Вот. То есть, в принципе, если учитывать определение аккуратно, то, на наш взгляд, карту Globland 30 можно использовать. В частности, там точности по пахотным землям достаточно высокие были. Поскольку точности классификации вот опорных карт были достаточно высокие для ряда регионов, то один из выводов это то, что использованы сферодинамические признаки тоже достаточно эффективны. Однако там тоже необходимо сделать ремарки, если будут вопросы, я вам скажу по поводу методов восстановления. Ну, естественно, да, данные краудсорсинга также, видимо, достаточно эффективны для того, чтобы точно классифицировать башню. Ну и, видимо, вот этот способ оценки новых пользователей на лету, он тоже достаточно эффективен, хотя его тоже нужно еще проверять. В ближайшем будущем будет сделана еще оценка эффективности локально-адаптивного подхода, выравнивание выборки и рассчитывание все необходимые метрики для сравнения источников, обучающих данных. У меня все, спасибо. Спасибо вам за содержательный рассказ, очень интересный вопрос, по наземным данным, отличные данные шпионы. У меня несколько вопросов появилось, что такое установленное у вас в 8? Ну вот, когда вы берете снимок, там есть облака и тени, соответственно, для создания признаков эти дырки, которые возникают в результате фильтрации, они мешают. У вас как бы признак не получается однородным, получается результат классификации плохим из-за этого, поэтому сейчас существует много методов для восстановления данных. Там можно использовать данные более грубого разрешения, можно использовать нейронные сети в данной работе использовались, которые просто заполняют эти пропуски так, как будто там не было облаков и теней. Восстановление пропущенных значений. Понятно. Так, следующий вопрос. Вы понимали, что у вас были ночью объекты, а потом вы точные использователи оценены по какому-то там правильному объекту. То есть это 2-й, 3-й, 5-й был, то есть у детей, или границ в сотни. Да, 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 и были наземные данные. Один из источников это наземные данные. У вас на все ваши регионы были доступны еще и наземные данные? Есть участок размером 50 на 50 километров, где были собраны наземные данные, да. И на основе наземных данных была произведена калибровка, да. Как у вас проблемы с мировоззрением? У вас берем список вопросов. Ну, давайте я могу сопротивление, уважаемые. Потому что есть еще живающие, но у нас среди. Тогда самый критичный вопрос, что у вас включал в эти классные пашни? Города, землепромышленности, все, что туда попадало? Да, все, что не пашни, это туда попадало, да, естественно. Вода, вода. И еще лесов всяких. Леса там тоже, естественно. Это не пашни. Также не в блоге, не в лаопраде. Там, ну, то есть реально лаопраде. Что это? Что там в лаопраде? Это реально ничего не пашни. Потому что там кустарник, куда не довезай прах. Возможности ограничены просто разрешением. 30 метров. Если обрак у вас размером 30 метров, то, в принципе, он должен попасть в непахотную землю. Если меньше, то пахнет. Спасибо большое. Нижняя граница работоспособности вашего метода с точки зрения размерности, размера объекта. Вопрос к тому, что, допустим, на территории Сибири уже не много в мелких участках. И так вот, как все-таки? Значит, здесь вы видите, что оценка была сделана конкретных участках размером 500 на 300. То есть теперь сейчас сложно что-то сказать. Но здесь ограничение – это не только выборка, но еще и признаки. То есть признаки для распознавания. Поэтому от их эффективности зависит и точность. То, что я показывал, вот эти вот столбики. Ну вот пока это, на данный момент, вся информация, которая есть, видно, что там, условно говоря, в Канаде и в Аргентине высокая точность, в Бельгии низкая. Ну мы знаем примерно почему, но как бы. Вот это, в принципе, все, что можно сейчас сказать. В Крыму чисто, чисто, километров, да. Километры? Километры. Это имеется в виду участок, на котором проводилась проверка. Ну, где собирались даны. А мы слышим, точнее, пределом России, в котором... Ставропольский край. А, ну понятно. Там квадратный красивый поляр. Ну, там проблема в том, что захватывается часть, где есть степь и полу пустыни. Там всегда ошибки при распознавании. Значит, это самое. Смотрите, здесь вопрос не в том, чтобы получить как можно точные результаты. Вопрос в том, чтобы... Вообще, говоря, вот постановка задачи, ты, может быть, немножко ее как бы не озвучил, но на самом деле... Нет, это сравнение различных источников, обучающих данных для карпеграфирования пашни. То есть, вот когда мы... Ну, я ее еще на таком, на более вообще, на норму, пытаюсь сформулировать. Значит, условно говоря, там многие группы сейчас пытаются построить, научиться делать глобальное карпеграфирование пашни. На самом деле, основным имитирующим фактором, это... Ну, не фактор, а наличие опорных данных. Дальше есть... Понятно, что опорные данные на земле собрать невозможно. Дальше есть задача понять, на какие можно данные использовать. То есть, можно использовать краудсос, ну, потенциально. Можно использовать китайскую карту, в которой есть этот класс в сельскохозяйственной поля. И дальше вопрос, как бы, вот именно в оценке самого подхода. А можно ли использовать и как использовать эти источники данных в качестве обучающих? Собственно говоря... И на каких условиях, если можно? Какие у них есть ограничения, какие у них есть достоинства, где и какие работают, чем они отличаются, где можно использовать, а где нет? Да, Алексей, пожалуйста. Будем же на празднице. Там же, в принципе, на Юго-Восточной Азии и китайных ситуациях нескольких сезонов в течение календарных сезонов. То есть, это может быть 2-3 урожая. У вас, получается, как бы вы ограничивались одним. Тогда вот эффективность информации по Китаю. Нет, не ограничиваемся. Почему? В течение 12 месяцев должна произвести... Если вы скажете, что это пашня, это может быть 3 урожая, то вы скажете, что это пашня, вы не делите на 1, 2, 3. Это пашня. Это пашня. Да. То есть, эффективность информации для Китая. Им важна общее производство, общие площади, используемые. И не только Китайцы, и в Восточной Азии. Там везде 2 урожая в сезон. Или 3. Речь идет просто о том, пахотные по этой земле или не пахотные. Про урожая речь не будет. Нет, в этом вопросе, что Сергей поднимал. Конечная цель этой всей работы. В данный момент речь идет о том, чтобы уточнить расположение объектов, которые можно отнести к классу пашни. Насколько интересно Китаю знать площадь пашни? Ему интересно, он участвовал в эксперименте. Вот китайцы также участвовали. Нет, нет, нет. Им интересно. Подожди, Алексей. Понятно, что сначала мы должны прийти пашню на имени. Да. Затем мы должны... Да, да. Да. Затем вообще вопрос, насколько эффективно... Почему используется земля? Да, я забыть. Насколько эффективно используется эта пашня? Ее можно наращивать число сборов урожая, можно наращивать продуктивность с одного урожая. Могут быть еще другие какие-то... Мультикультурные поля там. Вопросы, касающиеся этого участка земли. Сначала надо определить, он возделывается в принципе или нет. Да, здесь было четкое определение, в рамках чего решалась задача. Я хочу обратить внимание на то, что в тех полях, которые южные, там все очень сложно. Несколько культур, несколько сезонов внутри. Это выходит за рамки исследований. Да, это выходит за рамки этого постановки задачи. Но как бы цель-то задача стоит... Пока нет. Сейчас цель такая. Это много целей. Цели может быть очень много. Да, есть промежуточные, есть окончательные. Если ставить некую там окончательную цель, можно как бы и сделать задачу не решать. Нет, в принципе нет смысла. Мы уже вообще на 10 минут от поняемся от графика. Может продолжим? Ну, последний вопрос, да. Пожалуйста, вы говорите, что вам понятно, почему в Бельгии точность определения низкая. Вот у постороннего, так сказать, слушателя возникает вопрос. Там ведь точность определения очень высокая вообще, ну, по другим каким-то, по обычным фотографиям. Ну, почему там вот этот ваш метод не проявил себя? И если смысл вот один общий для всей Земли, поэтому... Это не метод. Здесь использовано... В данном случае то, что было низко, это использование данных к раосортингу плюс признаки распознавания и локально адаптивный классификатор. Значит, проблема в Бельгии заключалась в том, что там были достаточно плохо восстановлены признаки распознавания из-за высокой облачности. Признаки были основаны на данных в фактическом диапазоне. Ну, Бельгия это же вся Европа практически, да? Что значит, вся Европа? Нет, это же Бельгия, вся Европа. Ну, например, в южных частях, где с облачностью лучше, там точность выше. Я говорю про Пашин, который там уже сотни лет, и границы установлены, и не вызывают никаких событий. У вас есть, Пашин? Нет, вопрос у вас, что мы... Давайте, что вы говорите. Давайте картографируем глобус, исключая Бельгия. То есть в Бельгии и так все хорошо? То есть вот вы хотите глобус картографировать? Сусловно говоря, вы хотите там прогнозировать, я не знаю, там, мировой рынок зерна. Вы хотите прогнозировать мировой рынок зерна. Делать это одинаково, по всему шару, для того, чтобы понимать, так сказать, там из-за чего там скачут цены, там и так далее. Так что вы говорите, а вот я буду картографировать все, но в Бельгии я не буду трогать, потому что там есть информация, которая еще лучше, чем та, которую вы можете привнести. А мы говорим, что давайте делать одинаково везде, так чтобы это можно было сделать. Ну что, если мы пойдем к бельгийцам за их данными, к французам за их данными, мы никогда ничего не соберем. И, в принципе, мы задачу не решим. Хотя есть в местах, не только в Бельгии, есть и у нас в России, где очень хорошо известно ваш мировой рынок. Это просто другая вообще схема. Постановка задач.